Здравствуйте, меня зовут Юля. Я сегодня хочу показать состав моей косметички от Glambeck за июль. Вот в таком дизайне она была выполнена. Очень давно я уже их не заказывала, но в этот раз открыли три продукта в составе. Я решила, что они оправдывают стоимость этой косметички. Я решила все-таки заказать. Я ее забирала в офисе самостоятельно, поэтому за самовывоз мне дали подарки. Первое это бальзам-ополаскиватель от Pantin Provi в виде мусса. Серия называется «Дополнительный объем». У меня уже был такой бальзам в составе косметички несколько месяцев назад в полном формате, но я им даже пользоваться не стала. Я его решила подарить, потому что решила, что моим поврежденным волосам он не подойдет. Но сейчас летом, я думаю, почему бы не попробовать. Тем более такая малышка здесь 50 мл. Будет мне жалко, даже если мне не понравится. Из ароматов дали женский босс The Sand. Здесь без распылителя пробирочка. Я ее кому-нибудь подарю. Мужской Gentleman Only от Givenchy. Вариант Абсолют. Здесь с распылителем пробирочка. Паровая маска для глаз от Migritem. Я уже ими пользовалась. Они мне нравятся. Я ее себе оставлю. И маска 5 мл от Avene увлажняющая. Я ее кому-нибудь отдам. Мне не нравится здесь минеральное масло. Для лица лучше его не применять. Ну, лично для меня. Давайте начнем с тех продуктов, которые были заявлены в составе. Первая – это жемчужная маска для рук глубокое увлажнение от Кафе Красоты серия Кафе Мими. Здесь в составе сама маска. Крем, который наносится после. И парочка перчаток, насколько я понимаю. Стоит такой комплект в магазинах 119 рублей. Буду пробовать. Очень интересно. Ну, насколько я понимаю, на одно применение, наверное, здесь хватит. Ну, здесь в составе натуральные масла, которые обещают увлажнять, делать кожу шелковистой. Наносится она, эта маска, на 15 минут. Затем смывается и дальше уже крем наносится. Ну, в общем, интересный формат. Там у них есть и для лица, по-моему, такие масочки. Интересно будет попробовать. Также здесь в составе была заявлена вот такая расческа Wet Brush. Я уже ее распаковывала. Вот так она выглядит. Мне досталась в розовом дизайне. У меня есть оригинальная расческа Wet Brush, но я ей не пользуюсь. Она мне не понравилась. Это расческа меньшего формата. Она очень легкая, очень приятная. Красивого розового оттенка. И у нее другие вот эти вот щетинки или зубчики, правильнее сказать. Очень они мягкие для кожи головы. И мои волосы расчесывают без проблем. У меня волосы тонкие, у меня их мало. Они прямые, но путаются. Но вот эта расческа мне очень-очень понравилась. Она стоит 650 рублей. И здесь обещают, что она будет расчесывать любые спутанные волосы. Я, конечно, не знаю, как она будет работать на более жестких, на более плотных, густых, вьющихся волосах. Но для моих волос она подошла. Поэтому я очень этим продуктом довольна. Буду пользоваться. И еще один продукт, который был заявлен в составе, это очищающее мицеллярное масло от Ифраше. 150 миллилитров. 550 рублей стоимость. Я его попробовала. Его можно применять и на коже вокруг глаз, и на губах. Наносится оно на сухое лицо. Массируется, затем смывается. Что мне не понравилось? Мне не понравился его запах. Я уже не однажды пробовала такие масла гидрофильные, которые имеют какой-то неприятный оттенок. Вроде как есть сверху отдушка, да, приятная. А есть какой-то вот подтон неприятный. Например, масло Киллз, которое у меня есть в миниатюре. Оно просто очень хорошего качества. Но там и цена, соответственно, другая. Но для меня, если выбирать, использовать вот такое масло или мицеллярную воду для снятия макияжа, я выберу мицеллярную воду. Вот это качество этого масла мне, к сожалению, не понравилось. Я его кому-нибудь отдам попробовать. Что касается остальных продуктов. Здесь была вот такая пара шампуня и бальзама от Глизкур. В общем-то, в каждой линейке, которая продается в супермаркетах, есть подобный вариант, который вроде как и легкий, не утяжеляет волосы, в то же время увлажняет и питает. И все замечательно. 250 мл шампуня, 200 мл бальзамя. Стоимость по 229 рублей за каждый продукт. Пока ничего сказать не могу. Открыла, понюхала, пахнет приятно. Но, вероятно, они у меня пока уйдут в запаснике. Потому что продуктов для волос у меня много. Ну, если даже сама не использую, кому-нибудь из членов семьи подарю. Термальная вода Мист от Санлук. Досталась мне в объеме 90 мл. Обычная термальная водичка. Ничего, кроме воды, в составе нет. Без каких-либо спецэффектов. Но хороший, приятный продукт на лето. Удобный формат для сумочки. В общем-то, здесь какие-то есть обещания. Но, если честно, то там просто вода. Я сомневаюсь, что она какого-то там супер качества. От L'Oreal Paris L'EVS спрей для волос. Двухфазный. Мне достался вариант не такой, как здесь в буклетике. У меня он был в одной из предыдущих косметичек. Мне достался вариант полное восстановление вместо эксперт-цвета. Но приятный спрей. Я его тоже уже протестировала. Его нужно взболтать. Он очень хорошо распыляется, приятно пахнет. Ну и действительно, волосы после него расчесываются лучше. Что касается восстановления волос, как бы не очень я в это и верю. Но он будет служить просто для того, чтобы сделать волосы более гладкими. Лучше, чтобы они расчесывались. Стоимость у него 319 рублей. От Disao маска подтягивающая, укрепляющая для лица и век. Коробка из 10 масок стоит 780 рублей. Нам досталась одна масочка. Здесь внутри, я так подозреваю, тканевая маска, которая наносится на лицо минутная 5-10. Затем ее нужно смыть. Это не та маска, которую можно оставить на лице. Я не уверена, что я даже от Disao какие-то маски пробовала. Но вообще их хвалят. Поэтому я ее тоже оставлю пока на более холодное время года. В жару я такие маски не люблю. Поэтому она у меня пока полежит, подождет своего часа. От Ecolab серия Love Coil масло для рук. Глубокое питание и восстановление для ночного ухода. 10 мл. Стоит 169 рублей. Вот такая вот упаковочка картонная. Внутри бутылочка. И здесь натуральные масла. И не знаю, насколько этот продукт будет приятен по аромату. Здесь в составе есть, по-моему, сандаловое масло, кажется. Да, масло сандалового дерева. Не знаю, насколько это будет приятно пахнуть. Но здесь заявляется, что его можно использовать и как обертывание, как маску обертывания, так и просто в качестве масла на ночь, вместе с кремом или вместо крема. В общем, будет приятно познакомиться. Потому что продукты для рук всегда нужны. Но если даже не на такую жару, то на холодное время года, я думаю, что пойдет. Вот такой был составчик. В качестве бонуса еще в косметичке со мной лежали вот такие салфетки Just Me для интимной гигиены. 10 штук. Ну, в общем-то, ничего не могу сказать. Салфетки и салфетки. На мой взгляд, наполнение в этом месяце было довольно-таки приличное. Ну и купила я эту косметичку исключительно из-за того, что все-таки три продукта в этом составе было раскрыто. И мне было интересно все это попробовать. В принципе, составом я довольна. Не довольна только ценой, потому что подняли на стоимость косметичек и коробочек. Теперь они вместо 850 рублей стоят 950 рублей. Я умудрилась 50 рублей сэкономить, потому что купила на бонусные баллы купон на 50 рублей. Поэтому мне эта косметичка стоила 900. Буду смотреть дальнейшие анонсы. Как всегда, внизу будет ссылочка на сайт, где можно подписаться на уведомления о начале продаж этих косметичек. Как всегда, большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.